В последнее время Россия оказывается в центре внимания западных СМИ. В них часто можно увидеть утверждение о том, что санкции, введенные против России, полностью разрушили нашу экономику. Также говорится, что мы живем в нищете и страхе перед Западом, испытываем нехватку продовольствия, а наши образования не соответствуют нормам. Более того, утверждается, что большинство населения России – это некультурные люди, которые не могут связать и двух слов. Но когда они приезжают в Россию, они видят всю правду своими глазами и начинают отрицать, что простой русский человек может жить лучше, чем американец. Так и сегодня я поделюсь с вами случаем, когда иностранца поставили на место, о чем он сам же и рассказал. Меня зовут Джонатан Грейсон, и я американец до мозга костей. Порой мне кажется, что я воплощение самого духа Америки – смелый, дерзкий, независимый. С детства меня учили, что США – величайшая страна в мире, и я горжусь этим. Однако у меня есть одна особенность, которая, возможно, отличает меня от большинства других американцев. Я обожаю ставить русских на их место. Вся моя жизнь была сплошной чередой моментов, когда я сталкивался с русскими и наслаждался тем, как легко их можно унизить. Мне нравится их высокомерие и наивная уверенность в том, что они могут соперничать с нами, американцами. Это меня забавляет и даже вдохновляет. Каждая их попытка показать свою значимость для меня – это очередная возможность показать им, кто здесь настоящий хозяин. Возможно, все началось еще в школе. У нас был ученик по обмену из России – Сергей. Высокий, мускулистый, с холодным взглядом и с тяжелым акцентом, он сразу же стал объектом внимания всего класса. Он любил рассказывать истории о своей великой родине, о победах русского народа и о том, как Россия была и остается великой державой. Сначала мне это казалось смешным, потом раздражающим, а затем это стало для меня вызовом. Однажды на уроке истории, когда наш учитель рассказывал о холодной войне, Сергей не удержался и начал рассказывать о роли России в этой войне, о том, как они разгромили американцев. Это была моя возможность. Я поднял руку и, не дожидаясь разрешения учителя, начал свою речь. Ты действительно думаешь, что Россия могла бы сравниться с Америкой? Начал я с саркастической улыбкой. Ваши танки и самолеты всегда были на шаг позади наших. Ваша технология отставала. Ваши люди голодали, пока мы строили небоскребы и изобретали интернет. С каждым моим словом я видел, как Сергей краснеет и теряет самообладание. Мои одноклассники смотрели на меня с восхищением, а я наслаждался каждым моментом. Этот инцидент был первым в череде подобных ситуаций. В университете я встретил еще больше русских студентов, которые пытались доказать, что их страна не хуже Америки. Я с удовольствием спорил с ними на различные темы, начиная от экономики и заканчивая культурой. Я мог часами рассказывать о том, как американские компании захватывают мировой рынок, как наши фильмы и музыка влияют на весь мир, как наши ученые делают открытия, которые меняют жизнь человечества. Но самое большее удовольствие я получал, когда дело доходило до реальных дел. Однажды я работал в международной компании, где был отдел, состоящий из русских программистов. Они считали себя лучшими специалистами, всегда пытались доказать, что их методы работы эффективнее. Я принял это как вызов и решил показать им, на что способен настоящий американец. Я начал с того, что тщательно изучил их проекты, нашел слабые места и предложил свои решения. Каждый раз, когда они пытались возразить, я давал им факты и доказательства того, что мои методы лучше. Моя уверенность и аргументы ставили их в тупик. Они не могли ничего возразить и были вынуждены признавать мою правоту. Конечно, я делал это не только ради карьеры. Я делал это ради удовольствия. Видеть их разочарованные лица, слышать их попытки оправдаться, осознавать, что я снова и снова ставлю их на место, все это доставляло мне истинное наслаждение. Мне было абсолютно плевать на их чувства. Для меня они были лишь инструментами для достижения моей цели, показать всему миру, что американцы всегда будут на вершине, а все остальные ниже нас. Моя жизнь превратилась в игру, где русские были моими главными соперниками. Каждый раз, когда я сталкивался с ними, я знал, что у меня будет шанс снова показать свою силу и мощь, унизить их и доказать, что Америка – величайшая страна в мире. И я наслаждался каждым моментом этой игры. Встречи с русскими в Америке стали для меня настоящим хобби. Каждая такая встреча была, как очередная сцена в театральной постановке, где я неизменно играл главную роль. И каждый раз я наслаждался этим представлением, зная, что у меня есть уникальная возможность поставить русских на их место. Первый случай, который я помню, произошел в Нью-Йорке. Я работал в крупной юридической фирме на Манхэттене. Мы часто встречались с клиентами из разных стран, и однажды в наш офис пришел русский бизнесмен – Олег. Он был солидным, самоуверенным и явно не привык к тому, что ему кто-то возражает. Олег пришел обсудить важное деловое соглашение, и я знал, что это моя возможность. С самого начала встречи Олег вел себя надменно, как будто он был здесь главным. Он говорил на повышенных тонах, требовал особого внимания и хотел, чтобы все было по его правилам. Я слушал его с улыбкой, зная, что рано или поздно он совершит ошибку. И эта ошибка не заставила себя долго ждать. Олег пытался настоять на условиях, которые были явно невыгодны для нашей фирмы. Я начал с вежливых возражений, но вскоре перешел в наступление. «Мистер Олег, вы должны понять, что в Америке такие условия неприемлемы», – сказал я с уверенной улыбкой. «Возможно, в России вы привыкли к таким сделкам, но здесь у нас другие правила игры». Он попытался возразить, но я не дал ему шанса. Я начал приводить конкретные примеры и факты, показывая, как его предложения противоречат американским законам и практике. С каждым моим аргументом его лицо становилось все более напряженным. В конце концов, он был вынужден признать, что я прав. Следующая встреча была в Лос-Анджелесе. Я решил поехать на конференцию, посвященную новейшим технологиям ВИД. Там я познакомился с Натальей, русской разработчицей, которая приехала представить свой стартап. Она была умна, уверена в себе и явно считала, что ее идеи могут изменить мир. Я решил, что это отличная возможность показать ей, что американские технологии всегда будут на шаг впереди. Мы начали беседовать после ее презентации. Наталья рассказывала о своем проекте с таким энтузиазмом, что я даже на мгновение поверил в ее успех. Но потом я начал задавать вопросы. Я специально выбирал самые сложные и детализированные вопросы, чтобы проверить ее знания и готовность. Она отвечала уверенно, но я видел, что ее ответы не всегда были точными. Когда она завершила свою речь, я начал объяснять, как аналогичные проекты уже реализуются в США и как наши технологии превосходят те, которые она предлагает. Я приводил конкретные примеры, показывал результаты исследований и цитировал ведущих специалистов. Наталья пыталась возразить, но с каждым моим аргументом она теряла уверенность. В конце концов, она признала, что ее проект требует доработки и что ей есть чему поучиться у американцев. Еще один случай произошел на деловом обеде в Вашингтоне. Я был приглашен на встречу с представителями международных компаний, и там я встретил Дмитрия, русского дипломата. Он был элегантен, вежлив и очень любезен. Мы начали разговор о политике и международных отношениях, и я понял, что это отличная возможность показать, как Америка доминирует на мировой арене. Дмитрий начал с рассказов о величии России, о ее мощи и влиянии. Я слушал его с интересом, но внутри меня уже зрела стратегия. Когда он закончил, я начал свою речь. Я говорил о том, как Америка формирует мировую политику, как наши решения влияют на все страны, включая Россию. Я приводил примеры успешных международных проектов, инициированных США, и показывал, как наша страна поддерживает мир и стабильность в мире. Дмитрий пытался возразить, но я не давал ему шанса. Я был настойчив и убедителен, и вскоре он замолчал. Я видел, что ему не нравятся мои слова, но он не мог найти аргументы против. В конце встречи он поблагодарил меня за интересный разговор, но я знал, что внутри него кипит раздражение. Эти встречи были лишь небольшими эпизодами в моей жизни, но каждая из них приносила мне огромное удовлетворение. Каждый раз, когда я встречал русских в Америке, я видел в этом шанс подтвердить превосходство нашей страны. Я знал, что они привыкли к своим традициям и убеждениям, и мне нравилось разрушать их иллюзии. Для меня это было не просто развлечением. Это был способ показать, что Америка – великая страна, что наши принципы и ценности сильнее и важнее. Мне было совершенно безразлично, что думают обо мне эти русские. Я видел в них лишь инструмент для достижения своей цели – показать всему миру, что американцы всегда будут на вершине, а все остальные ниже нас. И каждый раз, когда я ставил их на место, я ощущал, что делаю что-то важное и значимое. Однажды утром, когда я спокойно пил свой кофе и наслаждался видом на Нью-Йорк, из окна моего офиса раздался звонок. На экране телефона высветилось имя моего начальника, мистера Блэка. Обычно он не звонил без веской причины, поэтому я сразу ответил. «Джонатан, доброе утро!» – прозвучал его уверенный голос. «У нас тут срочное дело. Мы получили крупный контракт с российской компанией, и нам нужен кто-то, кто сможет поехать туда на несколько недель. Учитывая твой опыт и умение работать с международными партнерами, мы решили, что ты подходишь идеально». «Как насчет командировки в Россию?» «В тот момент мое сердце забилось быстрее». «Командировка в Россию. Это была не просто работа, это была моя мечта. Возможность оказаться в самом центре вражеского лагеря и показать, на что способен американец, была для меня невероятно заманчивой. «Мистер Блэк, это отличная новость!» «Я готов ехать, когда угодно», – ответил я, стараясь не показывать чрезмерного волнения. «Прекрасно, Джонатан!» «Тогда начинай готовиться. Тебе предстоит поработать в нашем филиале в Санкт-Петербурге. Это будет отличная возможность наладить контакты и продемонстрировать наши методы работы. «Я уверен, что ты справишься на все сто», – сказал он с уверенным тоном. «Повесив трубку, я не мог сдержать улыбку. Командировка в Россию – это был шанс, о котором я мечтал уже давно. Я предвкушал, как буду встречаться с российскими коллегами, наблюдать за их попытками доказать свою значимость и с легкостью ставить их на место, показывая, что американские методы работы всегда лучше. Началась подготовка к поездке. Я изучал все, что мог найти о Санкт-Петербурге, его историю, культуру, современные реалии. Я знал, что это город с богатым прошлым и множеством достопримечательностей. Однако меня интересовало не только это. Я хотел понять, как живут современные русские, какие у них привычки, что для них важно. Моя цель была не просто провести несколько деловых встреч и вернуться домой с заключенным контрактом. Я хотел погрузиться в их мир, увидеть все своими глазами и, конечно, найти моменты, когда я смогу посмеяться над их культурой и традициями. Я знал, что это может показаться высокомерным, но для меня это была игра, в которой я должен был выйти победителем. Пока я готовился, мои коллеги в офисе шутили и подбадривали меня. «Джонатан, ты точно там справишься. Покажи им, как работают настоящие профессионалы», говорил Марк, мой коллега по отделу. «Не забудь попробовать их водку и рассказать, как она на самом деле», добавлял Том, наш офисный весельчак. Но за всеми этими шутками скрывалась серьезная задача. Я должен был не только показать свою компетентность, но и укрепить позиции нашей компании на российском рынке. Это был вызов, который я принял с энтузиазмом. Одна из вещей, которая меня особенно привлекала, была возможность увидеть Санкт-Петербург. Я слышал много о его красоте, о великолепных дворцах и соборах, о реках и каналах. Мне хотелось прогуляться по Невскому проспекту, увидеть Эрмитаж, побывать в Петропавловской крепости. И, конечно, я хотел посмотреть на жизнь местных жителей, увидеть, как они проводят свое время, чем увлекаются. Но больше всего меня привлекала идея общения с российскими коллегами. Я представлял, как буду встречаться с ними на совещаниях, слушать их идеи и предложения, а затем показывать, как это можно сделать лучше и эффективнее. Я знал, что для многих из них это будет шокирующе, но для меня это была еще одна возможность продемонстрировать превосходство американского подхода. Когда я собрал все необходимые документы и купил билеты, я чувствовал, что готов к этому путешествию. Перед отъездом я провел несколько совещаний с нашим руководством, чтобы обсудить стратегию и цели командировки. Мы определили ключевые задачи и ожидания, и я получил полное одобрение на свои действия. Вечером перед отъездом я сидел дома и просматривал путеводители по Санкт-Петербургу. Я отметил для себя места, которые хотел бы посетить и составил план на ближайшие недели. В голове у меня уже складывались сценарии встреч с российскими коллегами, где я смогу показать им, как работает настоящий профессионал из США. Я понимал, что впереди меня ждут не только деловые встречи, но и множество интересных моментов, связанных с изучением новой культуры. И хотя я был настроен довольно критично по отношению к русским, я знал, что эта поездка станет для меня важным этапом в карьере и жизни. На следующее утро я отправился в аэропорт с чувством предвкушения и уверенности. Меня ждала Россия, и я был готов показать ей, что американцы всегда остаются на высоте, независимо от обстоятельств. Когда самолет приземлился в аэропорту Пулково, я почувствовал легкое волнение. Меня переполняло чувство предвкушения. Я не раз бывал в различных странах, но Россия и особенно Санкт-Петербург всегда вызывали у меня особый интерес. Это было место, где я мог проверить свои способности и вновь подтвердить свое превосходство. После прохождения паспортного контроля и получения багажа я наконец-то вышел в зону прилета. Вдохнув полной грудью прохладный воздух Петербурга, я улыбнулся. Вот она, страна, где ходят множество людей, которым я могу указать их место. Мое высокомерие и уверенность переполняли меня. Я чувствовал себя, как хищник в джунглях, готовый к охоте. Первое, что бросилось мне в глаза, это архитектура. Высокие здания с барочными фасадами, широкие проспекты, каналы и мосты – все это было величественно и в то же время странно. В каждом углу города чувствовалась его история, но я был здесь не для того, чтобы наслаждаться достопримечательностями. Я был здесь, чтобы показать, что даже в таком месте американец может и должен быть лидером. Меня встретил водитель от нашей компании, Алексей. Он был среднего роста, с короткой стрижкой и серьезным выражением лица. Мы обменялись короткими приветствиями, и он проводил меня к черному сёдону. В пути Алексей рассказывал о городе, о его истории и достопримечательностях, но я слушал вполуха, рассматривая людей на улицах. В каждом прохожем я видел потенциального противника, которого можно было бы поставить на место. Когда мы подъехали к отелю, я увидел, что это было роскошное здание в классическом стиле, расположенное в центре города. Я быстро прошел регистрацию и поднялся в свой номер. Номер был просторным и хорошо оборудованным, но меня больше интересовало то, что происходило за окном. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Люди спешили по своим делам, автобусы и трамваи сновали туда-сюда. В этом хаосе я видел порядок, который мог бы установить я. На следующий день у меня была запланирована встреча с руководством филиала. Я был полон решимости показать им, как нужно вести дела. Проснувшись рано утром, я принял душ, оделся в свой лучший костюм и отправился в офис. Офис находился в старинном здании, недалеко от Невского проспекта. Войдя внутрь, я сразу почувствовал атмосферу, отличную от американских офисов. Здесь все было как-то менее динамично, более расслабленно. Меня встретила секретарь, которая проводила в конференц-зал. За большим столом уже сидели несколько человек. Главный менеджер филиала, Иван, встал и поприветствовал меня. Он был высокий, стройный, с холодным взглядом и твердым рукопожатием. В его глазах я видел вызов. «Добро пожаловать, Джонатан». «Мы рады видеть вас в нашем филиале», – сказал он с легким акцентом. «Спасибо, Иван. Я рад быть здесь и надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным», – ответил я, стараясь сохранять вежливость. Мы начали обсуждение текущих проектов и задач. Я заметил, что многие идеи и методы работы, которые они предлагали, были устаревшими и неэффективными. Это был мой шанс показать, на что способны американцы. «Я вижу, что у вас есть много интересных идей, но позвольте предложить несколько улучшений», – начал я. И дальше моя речь была полна конкретных предложений и примеров того, как можно улучшить их работу. С каждым моим аргументом я видел, как лица моих коллег становились все более задумчивыми. Они не ожидали такого напора и уверенности. Иван пытался возражать, но я приводил факты и цифры, которые подтверждали мою правоту. В конце концов, он признал, что мои предложения действительно могут быть полезными. После совещания я почувствовал, как во мне растет уверенность. Я сделал первый шаг к тому, чтобы показать этим людям их место. Я вышел из офиса и решил прогуляться по городу, чтобы посмотреть, как живут обычные петербуржцы. На улицах было много людей. Они шли по своим делам, кто-то спешил на работу, кто-то просто прогуливался. Я наблюдал за ними и в каждом видел возможность. В кафе, где я остановился выпить кофе, я услышал, как две девушки обсуждали своих начальников и жаловались на работу. Мне стало смешно. Они даже не подозревали, что рядом с ними сидит человек, который знает, как все должно быть на самом деле. Когда я вернулся в отель, меня переполняли эмоции. Я знал, что впереди меня ждут новые встречи и новые возможности. Эта командировка была для меня не просто работой. Это был шанс показать, что американец всегда остается на высоте, независимо от того, где он находится. И я был готов к этому. На следующий день, после встречи в офисе, я решил посвятить время прогулки по Санкт-Петербургу. Этот город с его величественной архитектурой и богатой историей всегда вызывал у меня интерес, но не как у обычного туриста. Я видел в этом городе лишь еще одну возможность посмеяться над чужой культурой и традициями, над тем, что так трепетно сохраняют местные жители. Первой моей целью был Невский проспект, главная улица города. Широкая, оживленная, полная магазинов, кафе и исторических зданий, она манила туристов со всего мира. Я шел по Невскому, оглядываясь по сторонам и посмеиваясь про себя над тем, что видел. Вот, например, Казанский собор, огромный, впечатляющий, но в сравнении с нашими американскими небоскребами и современными зданиями он казался мне старомодным и устаревшим. Я не мог удержаться от успеха. Конечно, тут много искусства и истории, но разве это имеет какое-то значение в современном мире? В Америке мы создаем будущее, а не живем в прошлом. Прогуливаясь по площади, я увидел множество туристов, которые с энтузиазмом рассказывали друг другу об истории дворца, о значении каждого его элемента. Я подумал, разве не смешно тратить время на изучение прошлого, когда можно было бы направить усилия на развитие и инновации. Затем я направился к Петропавловской крепости. Это одно из старейших сооружений города, символ его основания. Внутри крепости находится Петропавловский собор с высокими золотыми шпилями. Люди снова толпились, фотографировались, заходили внутрь, чтобы полюбоваться красотой. Я стоял на мосту, ведущем к крепости, и смеялся про себя. Какая трата времени и ресурсов на поддержание этих старых стен, думал я. В Америке мы бы давно нашли способ использовать это пространство с большей пользой. Прогулка по летнему саду вызвала у меня аналогичные мысли. Да, парк был красивым, ухоженным, полным статуй и фонтанов. Но я не мог понять, зачем столько усилий тратить на поддержание этой красоты. В конце концов, природа должна быть практичной, как в наших городских парках, где можно заниматься спортом, отдыхать и работать. Я продолжал свой путь, осматривая многочисленные памятники, здания и музеи. Смольный собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство – все это вызывало у меня лишь улыбку. Каждый раз, когда я слышал очередную историю о величии этих мест, я думал, если бы они знали, что в Америке мы смотрим вперед, а не назад. На набережной Невы я остановился, чтобы полюбоваться видом на город. Люди гуляли, фотографировались, наслаждались видами. Для меня это было просто время для размышлений. Весь этот город с его культурой и традициями казался мне огромным музеем под открытым небом, где люди цепляются за прошлое, вместо того, чтобы двигаться вперед. Когда я возвращался в отель, я снова прошел по Невскому проспекту. В витринах магазинов были выставлены сувениры – матрешки, самовары, кокошники. Я не мог удержаться от смеха. Эти предметы, которые так гордятся местные жители, казались мне забавными и бессмысленными. В Америке мы ценим практичность и инновации, а не старые традиции. Эта прогулка по Санкт-Петербургу только укрепила мое мнение о том, что русские живут в прошлом. Я чувствовал себя как миссионер, который пришел показать им путь к прогрессу и развитию. Я был уверен, что могу показать этим людям, как на самом деле должна выглядеть успешная и процветающая культура. Вернувшись в отель, я еще долго не мог успокоиться от смеха. Мне было трудно понять, почему люди так упорно держатся за свои традиции и историю, вместо того, чтобы смотреть вперед и стремиться к будущему. Эта поездка только укрепила мое желание показать им, что американские ценности и подходы – это единственный правильный путь. После очередной прогулки по Санкт-Петербургу я решил отдохнуть и расслабиться в одном из местных баров. Бар был популярным и, как оказалось, очень многолюдным. Найти свободное место было невозможно, все столики были заняты. Однако я заметил одного одиноко сидящего русского мужчину за дальним столиком. Он казался погруженным в свои мысли и выглядел достаточно дружелюбно. Я подошел к нему и спросил, извините, можно ли присесть к вам. Все места заняты. Мужчина поднял взгляд и кивнул с улыбкой. Конечно, присаживайтесь. Меня зовут Сергей. «Джонатан», – ответил я, садясь напротив. Сергей заказал себе очередной стакан водки и предложил мне присоединиться. Я принял его предложение, решив, что это будет отличная возможность поговорить с местным жителем и, возможно, узнать что-то новое. Но в глубине души я уже чувствовал, как мое высокомерие и желание поставить его на место начинают брать верх. Мы начали беседу на нейтральные темы – погода, город, достопримечательности. Сергей оказался приятным собеседником с хорошим чувством юмора. Но моя истинная натура не могла долго оставаться в тени. Когда разговор перешел на работу и жизнь в России, я не смог удержаться. Сергей, вы знаете, я уже несколько дней здесь и не могу понять одну вещь. Почему русские так гордятся своей культурой и историей, когда очевидно, что будущее за Америкой? Мы в США достигли такого уровня развития, который недосягаем для многих стран, включая Россию, начал я с уверенной улыбкой. Сергей слушал меня внимательно, но его лицо стало серьезным. Джонатан, каждая страна имеет свои достоинства и недостатки. Россия тоже имеет много чего, чем можно гордиться. Конечно, у вас есть великая история, но она осталась в прошлом. В современном мире Америка задает тренды, делает открытия и создает технологии, которые меняют мир. Разве не так? Продолжал я, чувствуя, что начинаю набирать обороты. Сергей остался спокоен, но я заметил, как его глаза сузились. Да, у вас в Америке много достижений, но это не значит, что остальные страны должны следовать вашим путям. У нас есть свои ценности и традиции. Но эти ценности устарели, Сергей. Ваши методы работы, подход к жизни – все это осталось в прошлом. В то время, как мы, американцы, двигаемся вперед, вы застряли в прошлом. Я думаю, вам стоит пересмотреть свои приоритеты и взять пример с нас, заявил я с нескрываемым высокомерием. В этот момент Сергей, казалось, больше не мог терпеть мои речи. Он медленно поставил свой стакан на стол и посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был твердым и серьезным. «Джонатан, я вас внимательно слушал и пытался понять вашу точку зрения. Но вы, кажется, не хотите понять нашу. Вы судите о нас поверхностно, не зная всей картины». «Мы ценим свою культуру и традиции не потому, что застряли в прошлом, а потому, что они делают нас теми, кто мы есть. И нам не нужно, чтобы кто-то, особенно иностранец, говорил нам, где наше место», сказал он сдержанно, но твердо. Я был удивлен его ответом. «В большинстве случаев люди либо соглашались со мной, либо просто уходили от конфликта». Но Сергей был другим. Его спокойствие и уверенность заставили меня задуматься. Впервые за долгое время я почувствовал, что встречаю достойного соперника. «Как ты смеешь перечить мне, Сергей?» Начал я с еще большим напором. «Ты действительно думаешь, что ваша старая застойная культура может соперничать с тем, что мы создали в Америке? Ты действительно веришь, что ваши методы и традиции могут дать вам хоть какой-то шанс на успех в современном мире?» Сергей сохранял спокойствие, но я видел, что его терпение подходит к концу. Я продолжал. «Вы живете в иллюзиях, цепляясь за свое прошлое, вместо того, чтобы двигаться вперед. Я здесь, чтобы показать вам, как надо жить, как надо работать, как надо думать». «И если ты не можешь этого понять, то тебе никогда не достичь нашего уровня». На этом моменте Сергей, казалось, больше не мог терпеть мои речи. Он резко оттолкнул меня, заставив отшатнуться назад. Его глаза сверкали гневом, и он выглядел внушительно. «Послушай, Джонатан», сказал он с ледяной решимостью. «Тебе лучше заткнуться, иначе получишь по башке». «Я терпел твои оскорбления достаточно долго, но сейчас мое терпение лопнуло. Ты в чужой стране и должен проявлять уважение, даже если тебе это непривычно. Ты здесь не для того, чтобы учить нас жизни, а чтобы понять, что каждый народ имеет право на свою гордость и свою культуру». Его слова были как удар под дых. «Я не привык, что кто-то говорит со мной таким тоном, особенно после того, как я пытался навязать свое мнение. Впервые за долгое время я почувствовал себя не в своей тарелке. Впервые я понял, что моя уверенность и высокомерие могут сыграть со мной злую шутку. Я замолчал, ошарашенные его реакцией. Ситуация внезапно вышла из-под контроля, и я понял, что продолжать конфликт было бы бессмысленно и опасно. Я поднял свой стакан, сделал большой глоток пива и почувствовал, как холодный напиток немного успокаивает мои нервы. Сергей смотрел на меня пристально, его лицо все еще было напряжено от гнева. Я осознал, что продолжать этот спор было бы безумием. Я допил свое пиво, поставил стакан на стол и встал. «Извини, если я обидел тебя, Сергей», сказал я, пытаясь смягчить ситуацию, хотя в глубине души все еще чувствовал свою правоту. «Думаю, мне пора». Сергей кивнул, не говоря ни слова. Я направился к выходу, чувствуя на себе его взгляд. Выйди из бара, я глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух Санкт-Петербурга. Этот город снова показал мне, что не все так просто, как казалось на первый взгляд. Я шел по улицам, размышляя о случившемся, и чувствовал, как во мне поднимается новая волна понимания и, возможно, уважения к этой культуре. Вернувшись в отель, я долго не мог уснуть. Слова Сергея и его реакция не выходили у меня из головы. Впервые за долгое время я почувствовал, что встретил кого-то, кто не только может противостоять моему высокомерию, но и заставляет меня пересмотреть свои взгляды. Возможно, эта поездка в Россию станет для меня не только профессиональным вызовом, но и личным уроком, который изменит мое восприятие мира. После инцидента с Сергеем в баре я почувствовал, что моя уверенность слегка пошатнулась. Это было для меня необычно, но, возможно, даже полезно. Я понял, что моя привычка доминировать и пытаться навязать свое мнение не всегда работает, особенно в чужой стране с другой культурой. На следующий день у меня было запланировано важное совещание с русскими коллегами в офисе. Я знал, что это будет серьезная встреча, и мне нужно было изменить свою тактику. Вспоминая напряженный разговор с Сергеем я решил быть более аккуратным и мягким в своих высказываниях. Когда я вошел в конференц-зал, мои коллеги уже собрались. Иван, главный менеджер, приветствовал меня с обычной любезностью. Я улыбнулся ему и всем остальным, стараясь показать, что готов к конструктивному диалогу. Доброе утро всем! Я рад видеть вас здесь и надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение будет плодотворным, начал я, стараясь быть максимально дипломатичным. Мы начали обсуждение текущих проектов и задач. Иван представил несколько новых предложений по улучшению работы, и я внимательно слушал, не перебивая и не делая резких замечаний. Я решил, что лучше сначала понять их точку зрения, прежде чем высказывать свою. Когда пришло мое время говорить, я старался быть как можно более тактичным. Ваши предложения очень интересные, Иван. Я вижу, что вы проделали большую работу. Может быть, стоит рассмотреть возможность интеграции некоторых наших методов, чтобы улучшить общий результат? Сказал я, избегая резкой критики. Иван и остальные коллеги одобрительно кивали. Мы продолжили обсуждение, и я заметил, что атмосфера на совещании стала более дружелюбной и продуктивной. Я задавал вопросы, уточнял детали, показывал, что действительно заинтересован в их идеях и готов сотрудничать. В какой-то момент Иван предложил свою точку зрения на один из проектов, и я, вместо того, чтобы сразу начать спорить, вежливо согласился и предложил компромиссное решение. Иван, это звучит разумно. Может быть, мы могли бы объединить наши подходы и посмотреть, как это сработает на практике. Этот новый подход принес свои плоды. Коллеги начали более активно участвовать в обсуждении, предлагать свои идеи и решения. Я почувствовал, что вместо конфликта и противостояния мы начали работать как одна команда. Это было необычно для меня, но приятно. После совещания Иван подошел ко мне и сказал, «Джонатан, спасибо за конструктивный подход. Я вижу, что вы действительно хотите найти общее решение и работать вместе. Это очень ценно для нас». Я улыбнулся и кивнул. «Спасибо, Иван. Я думаю, что нам есть чему учиться друг у друга. Важно понимать и уважать разные точки зрения. Этот опыт изменил мое отношение к работе с русскими коллегами. Я понял, что доминирование и высокомерие не всегда ведут к успеху. Иногда лучше быть внимательным, уважительным и готовым к компромиссам. Это не значит, что я отказался от своих убеждений или потерял уверенность в своих силах. Но я научился использовать эту уверенность более мудро и эффективно. Эти встречи и обсуждения показали мне, что сотрудничество и уважение к культуре и традициям других людей могут привести к гораздо более значимым результатам, чем попытки навязать свою точку зрения. Я начал видеть в русских коллегах не просто людей, которым нужно что-то доказывать, а партнеров, с которыми можно добиться больших успехов. По мере того, как дни командировки проходили, я все больше погружался в работу и общение с местными специалистами. Я начал ценить их профессионализм, их уникальный подход к решению проблем и их стремление к совершенству. Этот новый опыт обогатил меня как профессионально, так и лично. Так, инцидент с Сергеем стал для меня важным уроком, который помог мне изменить свое отношение и подход к работе. Я понял, что истинное лидерство заключается не в том, чтобы всегда быть правым и доминировать, а в умении слушать, понимать и работать вместе на благо общего дела. Моя командировка в Санкт-Петербург подошла к концу. Эти несколько недель стали для меня не только профессиональным вызовом, но и временем, когда я многому научился и многое переосмыслил. Я паковал свои вещи в гостинице, готовясь к возвращению в Америку, и мои мысли возвращались к событиям, произошедшим за это время. Пожалуй, самым значимым моментом этой поездки стал мой разговор с Сергеем в баре. Это был переломный момент, который заставил меня пересмотреть свое отношение к русским и к их культуре. Раньше я воспринимал русских как людей, которым нужно доказать свое превосходство. Но после разговора с Сергеем и последующих совещаний с коллегами я начал видеть в них что-то большее – гордость, стойкость и глубокое уважение к своим традициям и культуре. Я начал больше уважать русских. Я понял, что они заслуживают уважения не только за свою историю и культуру, но и за их современную жизнь, за их стремление к совершенству и готовность учиться новому. Они не боятся отстаивать свои взгляды и убеждения, даже если это значит пойти против мнения иностранца. Это качество я особенно ценил в себе и теперь начал ценить в других. Покидая офис на последний день, я попрощался с Иваном и другими коллегами. Они были гостеприимными и дружелюбными и я чувствовал, что мы достигли взаимопонимания и уважения. Иван, как всегда, был учтив и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Джонатан, мы будем рады видеть вас снова. Вы внесли значительный вклад в нашу работу и мы многому научились у вас, сказал он с улыбкой. Спасибо, Иван. Я тоже многому научился у вас. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и в будущем, ответил я искренне. Когда я сел в такси, которое должно было отвезти меня в аэропорт, я еще раз оглянулся на город. Санкт-Петербург показал мне, что мир гораздо сложнее и многообразнее, чем я привык думать. Этот город со своей уникальной архитектурой, богатой историей и культурой научил меня ценить разнообразие и уважать традиции других народов. В самолете по пути обратно в Америку я размышлял о своем опыте. Я понимал, что этот период был для меня не только профессиональным, но и личностным ростом. Я приехал в Россию с целью показать свое превосходство, но уехал с пониманием, что истинное лидерство и успех заключаются в умении слушать, уважать и сотрудничать. Вернувшись в Нью-Йорк, я вновь окунулся в свою привычную жизнь и работу. Но внутри меня что-то изменилось. Я начал больше ценить разнообразие мнений и подходов, начал уважать культуру и традиции других народов, даже если они отличаются от моих собственных. Этот опыт в России стал для меня важным уроком. Я понял, что уважение и понимание – это ключевые элементы успешного сотрудничества и взаимоотношений. Теперь я стремился применять эти принципы в своей работе и жизни, зная, что они приведут к лучшим результатам и более гармоничным отношениям. Так, моя командировка в Санкт-Петербург завершилась, но уроки, которые я получил, останутся со мной навсегда. Эта поездка изменила меня, сделала более мудрым и понимающим человеком, и я был благодарен за этот опыт. в следующем году.